Чтобы нам лучше усвоить образование форм первого ориста, давайте мы с вами просмотрим, как выглядят эти формы для всех глаголов, изучаемых в течение этого года. Ну, если у этих глаголов соответствующая форма, конечно, существует. Здесь мы встретимся и с глаголами, которые уже изучили, и с некоторыми глаголами, которые еще только предстоит нам изучить в курсе греческого языка. Но наша задача не столько изучить глаголы, сколько сейчас посмотреть, как вообще все это работает, как выглядит форма первого ориста для разных глаголов. Итак, давайте по порядку пройдемся по различным формам. И первый набор глаголов – это те глаголы, у которых вообще нет никаких особенностей, связанных с образованием ориста, то есть у которых полностью совпадают основы настоящего времени и ориста, и никаких других явлений тоже нет. Это глагол око, с основой око, который в ористе имеет форму э-ку-са. Э-альфа удлинилась в этом превращении, корень и соответствующие образующие времени са. Глагол луу нам уже знакомый – э-луса, ну и с приставкой вариант аполуа – ап-э-луса, напоминаю, приращение ставится после приставки перед корнем. Глагол пистелуа – форма э-пистелу-са. Ну, есть еще глагол парео-омай, который тоже образует форму аориста, но форму аориста со страдательным окончанием, которое мы будем изучать на следующем уроке. Ну, иногда такие глаголы называют страдательными отложительными, то есть глаголы, которые встречаются только в форме страдательного залога, в данном случае в аористе. Если в настоящем времени парео-омай, среднестрадательный залог, тут разницы никакой нет, то в аористе некоторые глаголы, которые не имеют формы действительного залога, встречаются в форме среднего залога, а некоторые глаголы, не имеющие формы действительного залога, встречаются в форме страдательного залога. И о страдательном залоге, о таких глаголах мы поподробнее поговорим на следующем уроке. Следующий набор глаголов в отношении образования ауриста – это так называемые глаголы, так называемые слитные глаголы, то есть глаголы, у которых основа заканчивается на гласном. Здесь, как и в случае будущего времени, перед образующим временем, гласное слитное удлиняется. АГПО, то есть имеет форму ЭГПЦ, это альфа удлинилась в эту в начале превращения, альфа удлинилась в эту перед образующим временем, поэтому вместо АГПО – ЭГПЦ. АйТЕО – ЭТЕСА. Альфа удлиняется в эту, йота подписывается, обратите внимание, эпсилон удлиняется в эту перед образующим временем, из АЙТЕО получается ЭТЕСА. Ну, вообще говоря, ЭТЕСА не очень похожа на АЙТЕО, и здесь вот можно испытать некоторые затруднения и думать, что за глагол такой, но если вы помните, какие процессы происходят, то форму вы сможете восстановить и распознать. ЭКЛУТЕО, ЭКЛУТЕСА, ну, здесь АЛЬФА и ЭПСИЛО удлиняются в предсказуемом образом, ГЕНАУ, ЭГЕНЕСА, ЭПСИЛО приращения в начале добавляется, но АЛЬФА удлиняется в эту. ЭРОТА, ЭРОТЕСА, опять же, ЭПСИЛО на АЛЬФА удлинилась, ЭПЕРОТАО, тот же самый глагол, только вот приращение в соответствующем вместе, ЭПЕРОТЕСА. ДУНА, ДУНАМАЯ в настоящем времени, в АОРИСТЕ он образует АОРИСТ так, будто у него корень не ДУНА, а ЭДУНА, мы обсуждали этот эффект, вот это Э когда-то выпало, но при образовании имперфекта, ОРИСТ, она все еще сказывается, поэтому ЭЭ, ЭПСИЛО на АЛЬФА удлинилась, ЭДУНАМАЯ, ТЭН, ну и опять же, это глагол, встречающийся в форме страдательного, а не среднего залога в области. ДЗАО, ЭДЗЕСА, ДЗЭТОУ, ЭДЗЕТЕСА, видите, все по правилам, ТЭРЭУ, ЭТЕРЕСА, КАЛЕУ, ЭКЛЕСА, ЭПСИЛО не удлиняется, потому что когда-то был корень КАЛЕУ, и вот это ВО не дало ЭПСИЛО удлиниться, потом оно выпало, но ЭПСИЛО так и осталось. И ПАРАКОЛЕУ, ПАРЭКОЛЕЦА, тот же самый эффект, просто с приставкой. КРАТЕО, ЭКРАТЕСА, ПРОСКУНЕО, ПРОСКУНЕСА, обратите внимание, где именно оказывается превращение ЛАЛЕУ, ЭЛАЛЭСА, МАРТУРЕУ, ЭМАРТУРЕСА, ПЕРИПАТЕО, ПЕРИЭПАТЕСА, превращение после приставки, ПЛЕРОУ, ЭПЛЕРОСА, ОМИКРОН удлиняется в ОМИГО, перед образующей временем, вот тут единственный наш ОМИКРОН слитный глагол, ПАЙЭУ, ЭПОЕСА, ТЕРЭУ, ЭТЕРЭСА, ИФАБЭУ, ЭФОБЭТЕМ, ну, как еще один глагол со страдательным окончанием. Часть глаголов имеют в основе ЭПСИЛОН, ну, имеют в основе ЭПСИЛОН, но теряют ее в настоящем времени, однако эта ЭПСИЛОН как-то проявляется в других временах. Был глагол СОСНОВЫЙ Э, который иногда выпадает, ТЕЛЭ, и вторая, когда это выпадает в настоящем времени ТЕЛО, но в ОМИКРОСТЕ Э, ТЕЛЭСА. Обе ЭПСИЛОН в ОМИКРОСТЕ сохранились и удлинились в эту. Глагол СОСНОВЫЙ ХАР, иногда ХАРЭ, в настоящем времени он еще ЙОТА добавляется, ХАРЭЛА, а в ОМИКРОСТЕ Э, ХАРЭ, СА. Следующий набор глаголов, на которые нам нужно обратить внимание, это глаголы СОСНОВЫЙ НОВЗРЫВНОЙ СОГЛАСНОМ. Один из эффектов, и мы уже его обсудили, когда к взрывному согласному добавляется СИГМА, то происходит некое взаимодействие, и там ПСИ, КСИ, СИ, СИ, мы с вами можем увидеть. И еще, что касается глаголов на взрывной согласной, и вот соотношение корня и основы настоящего времени, у некоторых таких глаголов исторически добавлялась согласная ЙОТА, которая привела к некой трансформации последнего согласного основы в настоящем времени, поэтому последние согласные основы настоящего времени и корня, которые проявляются в ОМИКРОСТЕ, могут не совпадать. Ну и давайте мы на такие глаголы посмотрим. Итак, губной согласный, БПФ, и у нас два варианта, БЛЭПО, ЭБЛЭППСА, ПСИ, дали ПСИ, ну и ПСИ увидев, мы сразу подразумеваем, что где-то здесь СИГМА была, и ГРАФО, ЭГРАПСА. Превращение хорошо видно, ПС, ну следы от применения СИГМА видны, и АТФА, так что эти ауристные формы легко узнаваемы. Зубной с зубными согласными, ДДТ, при добавлении СИГМА, СИГМА зубной съедает, поэтому, например, у глагола ПЭЙТО, получается АОИС ПЭЙТСА. СИГМА с СИГМА с ЛОПЭЙСА. Четвертый ряд глаголов с зубной согласной когда-то имел преобразование в настоящее время согласную ЙОТО, которую из ДДТ сделало З. Например, корень АНГЕЛИД, ну и с приставкой ЭУ, ЭУАНГЕЛИДЗО, а в АОРИСТЕ ЭУЭНГЕЛИЦА. СИГМА съела ДЕТУ. Ну и приращение, видите, ЭУ, ЭУ, ЭЭНГЕЛИДЗА. АСПАД, АСПАДЗОМАЙ, ЭСПАСАМЕН. Корень и глагол И в настоящем времени, И в АОРИСТЕ встречаются только в форме среднего залога. БАПТИД, БАПТИДЗО, в настоящем времени, БАПТИСА. ДОКСАД, ДОКСАДЗО, ЭДОКСАСА. СОД, СОДЗО, ЭСОСА. Ну, глагол часто встречается, да, вот видите, основа СОДДЫ, из-за согласной ЙОДЫ в настоящем времени СОДЗО, ну и там остатки от этой ЙОДЫ подписные, видите, а в будущем ЭСО и СИГМА съела ДЕТУСА. Ну и еще глагол с корнем ПЭТ, ПИПТО, имеющий форму в настоящее время, там еще там с удвоением и так далее, в будущем, ой, в АО, если прошу прощения, ЭПЕСА, СЕРИМА съела ДЕТУСА. Теперь, что касается заднеязычных, ГКХ, которые при добавлении СИГМА дают КСИ, если взять глаголы без всяких других особенностей, то это АХО, ЭКСАМЕН, ДЭХОМАЙ, ЭДЭКСАМЕН. Кстати, вот давай посмотрите на глагол АХО, в настоящем времени, да, вот у него бывает форма действительного залога, потом при обсуждении лексического минимума на него поподробнее глянем, а в будущем только форма среднего залога, поэтому ЭКСАМЕН. Ну, ДЭХОМАЙ в настоящем будущем встречает, в будущем, прошу прощения, ВАОРИСТИ, там, там, АВАОРИСТИ встречается только в форме среднего залога, ЭДЭХОМАЙ, ЭДЭКСАМЕН, вот это ХС, и там, и там дали КСИ. ДИДАСК, ЭДИДАКСА, вот это СИГМА, когда добавилось КА, КС и СКС, просто пригласилось в КСИ, поэтому ДИДАСК, ЭДИДАКСА, ну, ДИДАСК, хорошо видно, поэтому форму знаете. ДАКЕОЛА, у него ЭПСИЛОН пропадает, преобразование ОРИСТА, поэтому СИГМА взаимодействует с КА и дает КСИ, ЭДОКСАМ. Не путайте с глаголом ДАКСАМЕН, чуть-чуть, чуть-чуть, ДАКС, да, ДОКС, да, вот это похоже, и поэтому часто эти глаголы путают. Глагол ПРОСЭУХОМАЙ, он с приставкой, поэтому ПРОСЭУ, в данном случае ДИДАТОНГЕ ЭУ, ЭПСИЛОН все-таки удлиняется, ПРОСЭУКСАМЕН, ХС, далее КСИ, ПРОСЭУКСАМЕН. И АНОЙГО, этот глагол с приставкой АН, и когда-то была основа ВОЙГ, и там потом произошло следующее АН, потом появилось перерощение, потом вот это ВОЙГ, и ГСДАЛЕКСИ, а потом ВВЭПОЛО, и ЭПСИЛОН просто осталось, ЭНОЙ, и ОМИКРОН из-за выпадения компенсаторного длинилась, ее там подписалось, так что вот АНОЙГО ВООРИСТИ стало ЭН, АН, Э, О, КСА, АНЕОКСА, ну, если вам трудно запомнить, наверное, трудно запомнить все вот эти манипуляции, как корень ВОЙГ, вот, дал АНОЙГО и ЭНОКСА, то можете просто отдельно эту форму потом, когда мы дойдем до глаголов, заучить. И есть парочка глаголов с новой заканчивающейся на гамму, к которым добавлялась ЙОТА, давшая двойную сигму или ГЭДЗ, КРУСО ЭКРУКСА, и КРАДЗО ЭКРАКСА, ну, в общем, что произошло вполне понятно. Как видите, большая часть глаголов, вот, которую мы изучаем, она либо вообще с очень простыми изменениями, как в случае слитных глаголов, или вот с такими, ну, может быть, чуть-чуть неприятными, но понимаемыми изменениями, как в случае глаголов национальной согласной. А глаголов национальной согласной не очень много, но давайте мы эти глаголы глянем. глагол КРИНО, у него вообще не изменяется основа, ЭКРИНА, видим, вместо СЕРСА просто А. Ну, и в АПО КРИНОМАЙ есть вариант этого глагола, отвечаю, он может образовывать форму АП, ЭКРИНАМЕН, ну, там и там средняя, либо может образовывать страдательную форму, мы ее попозже обсудим. Глагол СОСНОВАЙ АМ, у него в настоящем времени добавляется ЙОТ и получается АЙР, но в АОРИСТе этой ЙОТ и нет, и получается ЭР, альфа это длинулось РА, ЭРА. Ну, здесь вот будьте внимательны, опять же, чуть-чуть трудновато узнать. ЭГЕР, добавляется ЙОТ и в настоящем времени в АОРИСТе, ну, не очень типично, но бывает ЭГЕЙРО, ЭГЕЙРА. Глагол СКОРИМ КТЕН, у которого ЙОТа добавляется, там и там, опять же, АПОКТЕЙНО, АПЕКТЕЙНО. Вот видите, да, иногда даже такая же основа с ЙОТой бывает и в АОРИСТе, как в настоящем времени, хотя, например, в будущем времени будет АПОКТЕЙНО. МЕН, у него, наоборот, ЙОТа появляется в АОРИСТе, АМЕНО, ЭМЕЙНА, и корень СТЕЛ, у которого ЛЯБДА удваивается в настоящем времени, АПОСТЕЛЛО, ЭПЭ, СТЕЙЛА. Вот в АОРИСТе появляется ЙОТ. Вот это вот появление, пропадение ЙОТа, если вот на последний набор смотрели глаголов, он может выглядеть несколько смущающе, но, с другой стороны, практически всегда корень неплохо узнаваем, даже несмотря на вот эти вот вариации, связанные с ЙОТой, поэтому вы, скорее всего, если хорошо знаете эти глаголы, скорее всего, вы их и в настоящем времени, и в области будете узнавать, и они не представят для вас большой проблемой. Есть еще несколько глаголов, например, математического споряжения, которое в настоящем времени заканчивается на МИ, но особенности этих глаголов мы обсудим отдельно, есть несколько уроков в конце учебника, которые им посвящены, хотя они тоже образуют первый АОРИСТ, и, наконец, есть один глагол с двумя корнями, которого, тем не менее, окончание первого АОРИСТа, хотя для таких глаголов второй АОРИСТ гораздо типичнее. Это глагол с корнем ФЕРО, ну, НИСУ, который в АОРИСТе имеет корень ННГ, и вот эта форма АОРИСТа ЭННК, поэтому ФЕРО, ЭННК, но ЭННК нужно будет потом, когда мы будем изучать этот глагол отдельно заучить. Так что, мы с вами пробежались по глаголам, образующим первый АОРИСТ, да, кое-где есть трудности, и, может быть, вот такой объем материала немного ошеломляет, но, с другой стороны, если вы внимательно все это проработаете, вы обнаружите, что трудности преодолимы и форма распознаваема. Я пробежался по списку этих глаголов, в учебнике тоже есть список, вот, после лексического минимума, предыдущие слова, список поскромнее, попроще, и глаголов в этом списке поменьше. Наверное, если бы я пробежался по нему, то не так все бы страшно казалось, но, тем не менее, вот, кажется, для практики более сложный список потом, оказывается, помогает нам лучше приготовиться тем будущим сложностям, которые нас ждут в реальных текстах. Ну, даже и после краткого текста, мало ли, говорить, что вы, наверное, ошеломлены объемом материала, но в конце концов у вас уже есть какой-то опыт работы с языком и вы уже способны с этим справиться, даже если, как вот следует словам Мауса, как и Ниемия, вы можете прос элксамэн, прос тон, тэлон, ту, урано, и я помолился к Богу Небесному и помолившись только и кричите в этой помойке.